здравствуйте друзья частенько знаете задают вопросы такие ну примерно одного плана вот раньше говорили скажите а вот после вашей компании я смогу после вашей учебы после тренинга я смогу пойти на получить работу в орако это обычно на индийской улице а не так на русской улице они вот сейчас вот сегодня был вопрос это вот там сколько стоит там дать сюда скажите а после вашего курса я смогу получить работу в youtube или google он может быть не знает что это одна компания но но это неважно вот ему youtube или google а думает он да о том чтобы потратить деньги и и время на то чтобы поменять профессию давайте и это массово это вот не то что вы знаете как где-то кто-то там однажды спросил один человек на тысячу и так далее это это довольно распространенное такое то есть человеку рисуется как эта картинка он сам себе рисует или может быть ему кто-то рисует или он так вот начитался насмотрелся наслушался я не знаю откуда это к нему пришло вот но вот он нарисовал себе картинку вот как он в гугле допустим в этом этом у него бесплатный обед там много ресторанов на тех много и кухня очень разнообразная вот тут у нас японская вот тут у нас значит корейская тут у нас итальянская тут у нас греческая и вот ты ходишь и каждый день можешь там от пузо и бесплатно и хоть к целыми днями ходи подъедай а еще там буфеты а еще там бесплатная стирка значит там еще детский садик еще бесплатно на автобусе возят сан-франциско и обратно а еще значит велосипеды дают такие цветастые цветастые такие велосипеды вот по территории едешь как при коммунизме бросил пошел подошел взял поехал вообще коммунизм такой мечта как-то царствие божие на земле до другими словами и у коммунистов и другой термин для этого был его значит он себе такое намечтал а при этом он там что-то там найти ему даже него новые программировал собственности его научили но он может быть не уверен а может тестирование вот это тестировать научит возьмут меня в google в царствие божие на земле меня возьмут у меня был паренек один когда был менеджером много 20 лет назад примерно больше я был менеджером довольно большой компании и там работал нас паренек один он не был у меня в департаменте по тестированию он там был в тех саппорте но поскольку мы там столовой сидим там как-то общаемся молодой парень был лет там 22 может быть 21 такой открытый такой глазастый очень такой искренней и представьте себе что это там допустим 95 год 96 95 вот это вот время и он мечтал о майкрософте а майкрософт тогда был но вот как я не знаю как сейчас что ну пусть будет google и вот значит он мечтал гонгит я бы очень хотел работать в микрософте я говорю а почему в микрософте ну представляешь он ведь идешь по коридору говорит он и вдруг навстречу билл гейтс я вы чего могут ну как чего а я ему говорю здравствуйте мистер гейтс я бы и чего могут как же ты не понимаешь билл гейтс а я ему говорю здравствуйте мистер гейтс я тогда вспомнил анекдот который еще знал советском союзе как паренек значит подходит к полу маккартни ну там где-то вот и говорит пол там сует ему бумажку 100 фунтов и говорит пол говорит мы с девушкой будем на концерте я подойду там к артистическому входу ты когда будешь выходить да ты мне крикни и привет джим и все битвоте ну просто для девушки знаешь но все таки что ты что сделаешь вот такие фанаты значит и этот этот там с девушкой прогуливается и пол маккартни значит там выходит видеть его и кричит привет джим да так поворачивается а пошел ты нахер пол маккартни этим но на свои гулять и так этого еще понять можно прижать нет этого тоже можно их обоих можно понять но я хочу сказать так просто маленькое наблюдение что все таки когда мы получаем профессию мы совершаем нет ну некоторые такое движение в направлении которое на много лет вперед могло бы определить нашу жизнь а может определить на всю жизнь как первый шаг допустим поэтому вся жизнь не сводится к тому что ты работаешь в такой компании где в коридоре можно например там наступить на ногу я не знаю там полу маккартни или биллу гейтсу или там может там марку цукербергу вот или там вдохнуть на него табачищем когда вот вышел покурил а тут цукерберг а ты ему здравствуйте мистер цукерберг а в другую господи говорит ну ну то есть все таки не ради этого люди профессию получают понимаете потому что так в принципе то можно вот например почту носить тоже или там я не знаю там столовой можно работать работаешь столовой в гугловской тут приходит мистер цукерберг ты водишь здравствуйте мистер цукерберг там вот или так знаете ты могу здравствуйте мистер цукерберг скажите а это правда что евреи убили христа например вот и он вам все расскажет на эту тему поэтому с одной стороны смешно да и вроде даже как-то мне не солидно обсуждать такую тему но все таки поскольку аудитория у нас разное есть молодежи много и так далее я уже переходя на серьезную ноту выбор профессии это выбор пути для самореализации вам нужна такая профессия вот когда вы выбираете эту профессию вы в идеале должны получить такую профессию чтобы каждый день с удовольствием бежать на работу каждый день с удовольствием сидеть на этой работе и не замечать как время летит чтобы эта профессия давала вам достаточно денежки для того чтобы жить по-человечески потому что если вы получаете удовольствие от того что помогаете людям это конечно но жить то как вы можете помогать людям например делая операции на сердце поймете и тогда вы с одной стороны помогаете людям с другой стороны получаете очень приличную денежку а если вы например помогаете людям тем что раздаете еду в бесплатной столовой то скорее всего вы будете это делать на волонтерских началах вот а уже зарабатывать как непонятно как поэтому вот об этом надо думать о самореализации надо думать о самореализации и тогда вопрос о выборе профессии он как бы встанет в нужную позицию в вашей жизни потому что если вы будете это делать ради того чтобы сказать здравствуйте мистер цукерберг или там вот к нам в офис зайти там ведь почему хочешь в америку от приехать с портном селфи снять конечно можно но жизнь на это кладь друзья нельзя вот а так конечно приходите снимем селфи а вот я тоже могу пожалуйста не только цукерберг там он с вами не будет селфи снимать а со мной пожалуйста вот приезжаешь заходишь щелк еще и на видео снимемся